Вернемся к главным мировым темам недели, как мы уже рассказывали. Накануне Дня Благодарения в Белом Доме прошла традиционная церемония помилования индейок. Но в результате все обсуждали не саму церемонию, а то, как Байден перепутал двух звездных блондинок Бритни Спирс и Тейлор Свифт. И это еще на самом деле хорошо, что до старины Джо не дошли новости о том, что этих двух блондинок на этой неделе заткнуло за пояс третья блондинка. Да еще и из России. В трех блондинках Байден бы точно заблудился, как в трех соснах. Кто она? Вы, наверное, уже и сами догадались. Катя Лель, чей хит 20-летней давности, мой мармеладный, порвал все мировые чарты. И на этой неделе даже обошел свежий хит той самой Тейлора Свифта. И она сегодня специальный гость центрального телевидения. Привет, дорогие. Катюш, привет. Ну и давай сразу вот об этом. Я тебя, во-первых, поздравляю. Спасибо. А во-вторых, что происходит? Ты сама поняла или нет? Я уже начинаю в это верить, потому что это невероятно. То, что происходит, это даже невозможно представить во сне. Ну, Катя, для тех, кто как в танке, ну то есть ни сном, ни духом, я объясню, что песня «Мой мармеладный», написанная Максом Фадеевым. 20 лет тому назад. 20 лет тому назад. И спетая Катя заверстилась в зарубежных соцсетях. Иностранцы, не понимая смысл, я думаю, что они не понимают смысл. Абсолютно. Вот это вот особенно мау-ма. Надевают меховые шапки и шубы и снимают ролики про джага-джага. Покажите нам. Погромче сделайте. Слушай, ну точно во всем мире запомнили, мне кажется, уже на русском языке слова этого кусочка. Что ты собираешься делать с этой обрушившейся на тебя славой? А тем более, вот посмотри на экран, хэштег, произнеси его сама, я просто не могу. 9 миллионов? 9 миллионов подписались на этот хэштег. Уже больше. Как произносится хэштег? Я тебе скажу, 67 миллионов. 67 миллионов. У нас... С хэштегом «Мой мармеладный» и «Джага-джага», да. Как этот хэштег звучит? Произнеси его. Вау-вау? Мама? Вот, вот так. Мама? Что ты собираешься делать с этой славой? Может, за границу пора с гастролями? Скажу честно, много прекрасных предложений из самых крупных компаний, компаний-лейблов мира. Серьезно? Несмотря на санкции, несмотря на отношения? Вообще, несмотря ни на что, сразу пошли предложения большого масштаба. Поэтому мы с Максом Фадивием думаем, что делать. Но мы россияне, мы патриоты своей страны, и мы любим Россию, поэтому никуда мы не собираемся уезжать. Нет, так вы, пожалуйста, поезжайте. Поезжайте? Конечно, и пропагандируйте то, что у нас замечательная страна. Ты знаешь, что мне нравится? Что большой интерес к русскому языку вдруг проявился с этой песней, и люди все знают, что такое мармеладный. Некоторые думают, это мармелад, почему она поет? Я не права, мой мармелад, я не права. То есть мне пишут из разных мест мира и спрашивают, поделитесь, почему вы поете мармеладу. Но при этом это очень сильная энергия, которую люди тянут за собой, и они хотят это делать. Кстати, наверное, там, за бугром, мало кто знает, что есть иностранная версия этой самой песни, да? А она действительно есть. Покажите нам этот фрагмент. Ага, то есть джага-джага там переводится ями-ями. Ями-ями, вкусняшки. Скажи мне, нужно сделать все для того, чтобы и эта версия тоже сейчас завирусилась в интернете? Думаешь? Конечно. Чтобы начали слова понимать. А мы думаем, что мы все-таки россияне, русский язык, это тот самый язык, который сейчас перевернет весь мир, потому что будущее из России, это однозначно понятно. А впрочем, я с тобой согласен. Пусть слушают на русском языке. Согласен. И пусть отовсюду звучит этот замечательный русский язык. Я за. И твоя песня. Спасибо. Кать, я хочу задать последний короткий вопрос. Ты следишь, ты как участница «Суперстар» в прошлых сезонах, ты следишь за нынешним сезоном «Суперстар»? Конечно, слежу. И очень рада тому, что происходит всегда это на шикарнейшем уровне. Это лучшее, что есть в нашей стране. Не побоюсь этого слова. Ты тот самый человек, который вкладывает в это всю свою любовь и всю свою душу. И я это видела своими глазами. Поэтому я поздравляю вас с очередным потрясающим, победоносным «Суперстаром». Спасибо тебе, дорогая. И я, кстати, напомню, что в «Суперстаре» ты в том числе пела эту песню. Еще как? И какие дебаты там были? Давай маленький фрагмент, и под него я буду заканчивать. Давай. Катюшечка, спасибо тебе огромное, что к нам заглянула.